ПЕСНЯ Мне что еще нравилось в моей работе, я делаю то, что я хочу. ПЕСНЯ Конечно, началось с увлечения. ПЕСНЯ В 1974 году я уже поступил в Институт культуры, Московский государственный институт культуры, потому что до этого меня заразили народные песни. ПЕСНЯ Это для меня была, в принципе, любовь моя. Ну и, конечно же, и советская эстрада, но в лице, пожалуй, только одного, это Юрия Антонова. Ну и Муслима Магомаева. Да, вот я еще хочу сказать, Муслим Магомаев мне очень нравился. ПЕСНЯ ПЕСНЯ В нем генетическая память пробудилась, он сказал, в 26 лет. Он услышал настоящую традиционную песню и вспомнил, как пел его дед. Дед терский казак Бродников Василий Сергеевич. Он сказал, что мне тогда было лет 10-12, а дед сидел и пел песню в станице червленой, куда летишь кукушечка. Пел и плакал. Он услышал и понял, что ему надо учиться. И поступил в Московский институт культуры. А в Москве очень сильная школа народной песни, где изучают именно традиционную песню, традиционную культуру. И он считает, что традиционная культура – это генетический код, это его ДНК. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Я всю жизнь-то любил петь. Я пел, когда учился в музыкальной школе, в хоре мальчиков «Орлята» под управлением Зинченко Николая Федоровича. И вот эта любовь к песне, она тогда проявилась. Ну а потом уже в армии, соответственно, пошел после армии на завод. Ну, конечно же, там самодеятельность. Тогда на каждом заводе в советское время была самодеятельность. На крупном завод «Узумруд». И, соответственно, работал электромонтажником радиоаппаратуры и приборов. И хорошо работал, и много зарабатывал в то время, по тем временам. Вот. Но и, конечно же, пел. Пел у нас на краизо дворец работников культуры и сельского хозяйства. Вот я туда пришел и был народный артист России, руководил Борис Бруснев, Борис Алексеевич Бруснев. Ну и, конечно же, мы пели академические песни. Мне это очень нравилось. И как-то я, в общем-то, связывал больше свою жизнь именно с академическим пением. Руководитель уволился и говорит, ну, пойди попой в народные песни. Вот у нас сейчас вновь созданный ансамбль фольклорный. Я первый раз услышал слово-то «фольклор». Вот. Ну и пошел. Ну, я как бы не хотел, мне, в общем-то, поначалу идти. Ну, просто думаю, да пойду посмотрю. Ну, уж больно петь хотелось. И когда я пришел, я послушал. Вы знаете, после третьей репетиции я уже понял, что я буду поступать в Московский государственный институт культуры на отделение народного хора. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Когда приходит и грамотный руководитель, который может объяснить, который поет не тот репертуар, который ты уже привык, его ежедневно слушать и по радио, и по телевидению, а который спел необычные песни для тебя, да еще они хорошо спели, ребята, которые уже были в этом ансамбле. На меня это произвело очень большое впечатление. И я понял, что, хотя я еще тогда учился, заканчивал уже в Ленинграде, я заочно учился, но я понял, что профессию я буду менять. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вы знаете, с одной стороны, простота восприятия, а с другой стороны, вот эта сложность, полифония великолепного русского распева, именно традиционного распева, вот, наверное, то, что присуще народному распеву, протяжной русской песни, казачьей песни, это то, что в ней существует полифония. Полифония, ведь каждый подголосок или каждый голос – это своя мелодия. Там нижняя мелодия, средняя мелодия, ну, Дишкант верхний, который, так сказать, умение импровизации Дишканта. Вот эта красота, которая постоянно меняется. Вот как на огонь можно смотреть вечно, то, что он никогда не бывает одинаковый. Мы вроде бы один и тот же огонь, но мы подсознательно, даже не думая об этом, воспринимаем его в постоянную переменчивость. Как вода, водопад падает, да? Вот так же и когда песня идет, тем более народная, там, где она сплошная импровизация, ее можно слушать бесконечно, ведь песни были же длинными. Вот это, прежде всего, меня заинтриговало и привело в мою теперь сегодняшнюю профессию. Ну, это необычные были песни, это необычные были распевы. Только со временем ты уже, когда втягиваешься в это, начинаешь понимать, насколько это нужно, насколько это важно, насколько это красиво и интересно. Славная рука, ких дням, о, престолу, с души тень не пошли. Ну, понимаете, меня интересует традиционное исполнение песен. Вот, ведь мы в 70-е годы или в 60-е годы, те люди, которые ездили в экспедиции, они собирали песни просто у людей, которые жили в это время. Но песни-то они были и там 15-го, 16-го, 17-го веков. Неизвестно, когда даже они были рождены. Знаете, это труд, и ты понимаешь, когда сам начинаешь этим заниматься, когда сидишь и просто выслушиваешь там несколько часов, что-то там где-то кто-то спел. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Сейчас накоплен моими коллегами, предшественниками, богатый материал. Я стараюсь работать с этим материалом, потому что он был записан в 60-х, 70-х и 80-х годах. И поэтому мне более интересно работать с тем материалом. Знаете, многие люди, которые занимаются этой профессией, мои коллеги, да, ездят и собирают песни. Я тоже ездил в свое время и собирал песни. Наноситель, я их для себя собрал. А потом, понимаете, когда... Вот я увидел, что вообще накоплен огромный материал не только мной, а тем же Институтом культуры, учебными учреждениями разных регионов. Накоплен богатейший материал, с которым надо работать. Их уже миллионы, этих песен. А когда я уже впоследствии стал... Вот выезжаю в экспедицию, а я эти песни уже слышал. Причем я слышал, ну, там, где-то 10 лет или 15 лет назад гораздо лучшим исполнением. Почему? Потому что со временем теряется. Вот эта передача «Преемственность», она сглаживает какие-то уголочки, какие-то рюшечки в песнях, скажем так, да? Верьярюшки, еще говорят, украшения вот такие вот. Все это сглаживается, и она более ровно становится, песня. Более ровная мелодия. А вот эта вот пеночка, она пропадает. Понимаете? И постепенно, постепенно вот это именно традиционное исполнение песни, оно ушло. Оно стало каким-то прилизанным. Во-первых, неинтересным. Вот, на мой взгляд, оно стало неинтересным. Субтитры создавал DimaTorzok Вера Николаевна. Какие люди! Сколько лет? Да, целый год. Вот в январе будет год уже. Да, целый год. Ну, здравствуйте. Ой, ветер ослабал. Ой, смотрите, тут прохладно сегодня. Да, 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 прохладно. Пойдемте, я вам... Проходите. У меня такая миссия приятная, вы знаете. Я жду ценное. Да, самое главное. Это вот вышел ваш сборник. 60 песен станицы Баклановской. Это еще Лилисанна Якоби записывала. И Людмила Антипова. Споете? Загорелась и во поле калина, заболела. Ой, о молодца, че ереца заболела. Ой, о молодца, че ереца... О, да еще смотрите, не сладили как. Поэтому это дорого очень сердцу, вот эти песни. И слава Богу, и дай Бог здоровья тем, кто это сохранил. Вот по песням начинаешь узнавать историю. Если это песня историческая, узнаешь историю. Частично. Не то, что ее всю, там всю и досконально. Конечно же, идут метафоры всевозможные, идут обороты, идет и насказание. Но о конкретно каком-то историческом событии. И получается, вот эта история в поэзии, в народной поэзии. Если вот слушать песни народные и их слова, так сказать, выписать себе, ведь особенно протяжные песни, ведь там и рифмы нет. А когда человек поет, такое ощущение, что оно все зарифмовано. Ты даже на это не обращаешь внимания, что рифмы-то нет. Вот, наверное, вот в этом-то и вся красота. У меня в голове там 300 песен. Причем они, я их слышу в этой голове своей, как будто бы все это многоголосие я их уже слышу. Мне что еще нравилось в моей работе, и нравится, я делаю то, что я хочу. Мне никто никогда в жизни не сказал, знаешь что, надо вот эту песню спеть. И люди, допустим, с которыми я работал, которые в любительские коллективы приходили, дети в богатицу, взрослые люди во всю Русь, которые приходили, и они именно этого хотели. Вот эти песни петь, вот так петь. Понимаете, петь-то самому это одно, а другое тот опыт, который я накопил, ну, в процессе своей жизни, в процессе своей работы. Ну, хочется, чтобы и молодежь занималась этим. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Человек, который знает, что нужно делать с коллективом, у которого есть понимание, которому не страшно привести ребенка, что очень сейчас в наше время важно. К нему не страшно привести ребенка, что ты будешь уверен сто процентов, что у него все сложится, ну, на моем примере. Вокалом я начал заниматься с музыкальной школы, но после музыкальной школы напрочь я отказался вообще заниматься музыкой. И интерес появился тогда, когда я увидел в первый раз, поприсутствовал на концерте ансамбля «Богатица». И это, эти распевы для моего уха были немножко непривычные, что и заинтересовало. Но это одни из немногих коллективов, в которых есть культура, именно в ансамбле. Понимаете, еще ансамбль поет эту песню, у тебя аж мороз по коже. Другой ансамбль поет эту же песню, вот в жизни бы не обратил на нее внимания. Что, от души зависит? Да, это восприятие. И еще, как исполнитель, кто исполняет в данный момент эту песню, он доносит ее до тебя. Да здесь надо талант. Он обладает этим талантом. А пятками сверкали, А в турке лупякали, А пятками сверкали. Ну, приходят люди, которые являются мои соратники. Они любят то же, что и я. Ну, единственное то, что я закончил образовательным учреждением, непосредственно по этой специальности, и мы вместе просто делаем, ну, я их направляю. И все. Детей, ну да, с детьми здесь приходится их учить, потому что, ну, дети, ведь дети-то их родители приводят не потому, что дети вдруг услышали что-то такое, как вот я в свое время, да, и им захотелось это петь. Они приходят, потому что они маленькие, им сразу маленькие. Мы же начинаем с ними с игр, как вот ребенку сразу там красивую, но сложную песню, да. Он ее не воспримет никак. А когда ты начинаешь с игр и легких каких-то попевочек, простейших, они втягиваются. И вот так, капля по капле, и вода начинает камень точить. Браво, браво, броцерену, браво, броцерену, браво, броцерену, броцерену, броцерену мою. Просто я начала у него петь, и я почувствовала, что, ну, это мой руководитель, который может научить меня петь. Он очень талантливый, это во-первых, я уже сказала, во-вторых, он, у него не один ансамбль, это точно, и я вообще не понимаю, как он вообще выдерживает это все. Вот, ну, я очень благодарна, что он научил вот так вот петь меня, и не только меня, вообще всех, кто здесь есть. И, как бы, я очень рада этому, что я пошла по этим стопам. Взяла? Да. Давай, я тут придержу. Все? А, все. В 88-м году создал мужской фольклорный ансамбль казачьей песни, который стал впоследствии казачьим пикетом. Создал ансамбль «Богатица» 30 лет назад. Создал ансамбль «Вся Русь», который в 2019 году стал победителем национального проекта, первого национального проекта в России. Помимо этого, работал в педагогическом институте ансамбль «Медовый спас». Создал ансамбль, и мы стали победителями, так сказать, ездили в Москву, вот в селе Верхнерусское, называется Миряне, ой, простите, Сретенье. И в станице Новомарьевской, Миряне. Сколько еще можно создавать одному? Мы были в поездке с ансамблем «Богатица», и на поезде ехали. Это вот я хочу сказать, что человек действительно на своем месте находится. И мы ехали, и он спал, мы запели песню. И вот он во сне переворачивается, говорит, ребят, фальшивите, понимаете, вот это, говорит о его профессионализме. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ежедневным трудом Владимир Атольевич доказывает, что традиционная культура, она востребована всегда. ПЕСНЯ Когда начинают говорить, ну что это такое, вот не все же понимают ваши песни. Да, наши песни, я считаю, для избранных. ПЕСНЯ Вот, ну я здесь, так сказать, немного шучу, вот. Но дело в том, что мы же, мы просто то, что мы любим, мы это и показываем. А когда если тебе будут говорить, слушай, вот там песня такая-то, она же народная, вот давайте выучите ее. А люди не хотят эту песню учить, даже если она народная, если она неинтересная. Тем более, если это нет, как бы, первоисточников этой песни, и ты видишь, что туда уже люди внесли свою лепту. Может быть, ну некоторые ее, наоборот, обогащают, а некоторые ее портят. Ведь, понимаете, дело в том, что вот сейчас нам говорят, ну надо вот так петь, чтобы всем быть понятным. Чтобы было, ну много людей, большое количество людей вас воспринимало и слушало. А что вы поете для узкого круга? Вы понимаете, вот я всегда вспоминаю слова Никиты Михалкова. Он сказал, он говорил, я стараюсь по этому принципу жить. Он говорил, я не хочу быть понятным, я хочу быть понятным. В чем заключается, он говорит, я не хочу опуститься до такой степени, чтобы стать понятным всем. Я хочу, наоборот, людей поднять до такого уровня, чтобы они меня поняли. Вот это, так сказать, и девиз моей работы. Да я уже думаю, что это смысл жизни. То, что без этого, если я уже не представляю, то тогда он уже точно. Браво, браво, люди! В селах и станицах, да, начинает все-таки молодежь, закончившая учебные заведения, именно приходит к традиционному исполнению песен. Пускай не все сразу получается, да, это сложно. Но уже есть такие люди, и, в общем-то, радуюсь, что есть у меня последователи. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ